Всем привет! Сегодня наконец-то ролик о весеннем гардеробе. Слушайте, мне было настолько приятно получить от вас много личных сообщений с просьбой снять именно такое видео. Я все-таки не фэшн-блогер, но, как оказалось, с многими из вас мы на одной фэшн-волне. Вас вдохновляют мои покупки, мой стиль, поэтому давайте не буду затягивать, поскорее приступим. Первое, что я вам покажу, это батильоны из сайта Asus, которые понравились многим из вас. Я сама долго искала что-то похожее, модель, которая подойдет к тому, что у меня уже есть, потому что я конкретно представляла, с чем я буду носить именно эту пару обуви. Также, заказывая эту обувь, я понимала, что это не та пара, которую я буду надевать каждый день. Во-первых, потому что она не самая практичная и удобная. Я бы не сказала, что это такой устойчивый каблук, на котором вы сможете выходить по торговому центру в течение 6-7 часов. Нет, это не тот вариант. И второй момент, это то, что они выполнены из такой эластичной светлой ткани. То есть, они довольно быстро могут испачкаться, но для меня это парадно-выходной вариант, и поэтому я очень даже довольна. Я собираюсь носить, я уже несколько раз надевала эти батильоны со светлыми вещами, которые уже есть в моем гардеробе. Это и бежевая юбка, и какие-то брюки, джинсы. Недавно я прикупила джинсы в таком молочном оттенке, который я покажу вам чуть позже. Мне настолько нравится, как все это выглядит вместе. Это ботинки-чулки, их очень удобно надевать и снимать, что немаловажно. И многие девочки спрашивают, за счет чего фиксируется стопа в области пальца. Видите, здесь они как бы уплотненные, поэтому нога не гуляет и держится довольно стабильно. Мне они очень нравятся. Следующая вещь была куплена в манго. Это удлиненный жакет. Впервые я его увидела на манекене еще в начале февраля. И подумала, что как здорово он сидит еще. И знаете, он был так надет с поясом, который подчеркивал талию. И думаю, надо будет как-то примерить. И пока я была в раздумиях, его тут же раскупили во всех стационарных магазинах. Поэтому мне пришлось купить его онлайн. Я ничуть не жалею. Это не самый дешевый жакет, который сейчас есть на рынке. Но он выполнен на 5 с плюсом. Мне нравится, как он сидит. Все строчки ровные. И вообще ткань такая приятная, плотная. Для меня это, знаете, жакет, который будет вне времени. Потому что это классический крой, классическая расцветка. И его можно носить и весной, и осенью, в любое время года, летом. Потому что он и не слишком светлый, и не слишком темный. Эта расцветка классно сочетается с черным, с белым, с серым. Даже с бордовым, с фиолетовым. Поэтому очень-очень рада, что заказала его. Супер стильная пара обуви, которая настолько сильно мне понравилась. Я загорелась и отслеживала их на сайте Asus. Потому что как только они появляются в продаже, буквально в течение часа их раскупают. Вот если вы также хотите их приобрести, то я оставлю ссылку внизу. Можете нажать сердечко и выслеживать, когда же они вновь будут в продаже. Если честно, мне кажется, что такая расцветка в одежде мне категорически не идет. Она так сильно дешевит мой образ. Но совершенно другая история с аксессуарами. Можно купить какую-нибудь маленькую сумочку. Или вот такую пару обуви. Аллилуйя, это мой 37,5 размер, чему я несказанно рада. И если у вас не самая узкая стопа, то эта модель для вас. Потому что в них комфортно, ничего не жмет. Так что уже не могу дождаться, когда растает снег. И я смогу насладиться вот этой парой. Наверняка некоторых из вас заинтересовала кофточка, в которой я снимаю видео. Она у меня также новая, очень бюджетная. Из магазина Stradivarius. К сожалению, ткань не слишком плотная. Мне настолько нравится сочетание черного, белого, красного. Именно в таком формате, что я бы купила что-то подороже. Что-то, что останется со мной надольше. Потому что мне кажется, что такая вещь послужит 2 сезона, может 3 максимум. Я уже несколько раз ее стирала в тряпку. Она пока что не превратилась. И кстати, когда я надеваю такие вещи, у меня что-то похожее было когда-то. Не помню, что конкретно, но уже было. Я всегда, к примеру, наношу красный лак. Тогда это все смотрится как-то так гармонично. Я люблю чувствовать себя комфортно. Не знаю, как вы, но, к примеру, я именно поэтому не наношу, к примеру, зеленый или какой-нибудь голубой лак. Который на других мне нравится. Но на себе я люблю оттенки, которые будут сочетаться с одеждой, которую я ношу. Наверное, у меня какие-то свои заморочки. Ну, короче, вот так. Также недавно я купила себе пояс, ремень. Я его заказывала на Золандо и даже не знаю, что за бренд. Сейчас вижу, что это Реплей. И это кожаный ремень. Его я купила для того, чтобы носить с джинсами на завышенной талии. И надевать его с жакетом. Который я показывала несколько минут тому назад. Мне очень нравится, что здесь такая нейтральная пряжка. И не золотая, и не серебряная. То есть, он довольно универсальный. Но если вы знаете, где найти более стильную, какую-то светлую модель, напишите, пожалуйста, внизу. Потому что я уже устала искать. Все не то и все не так. Наверняка вы уже посмотрели сотню видео на тему трендов на весну-лето. Поэтому никого не удивлю тем, что я приобрела соломенную сумочку. Мне они очень нравились в прошлом году. Но мне показалось, что они были слишком дорогими. И я не была уверена в том, что я смогу внедрить эту сумку в свой гардероб. И носить со многими вещами. Сейчас мне удалось найти модель, которая привлекла мое внимание. И устроила меня по всем параметрам. Во-первых, она недорогая. Потому что я не уверена в том, что я через два года буду носить эту сумку. Поэтому я не вижу смысла вкладываться в такую вещь. И еще я хотела, чтобы сумочка была не слишком рыжей. Чтобы она все-таки имела какую-то форму. И не слишком напоминала пляжную сумку. Эту сумочку я купила в магазине Zara. Заказывала онлайн. В стационарных пока что не видела. Но постараюсь найти для вас ссылку. Или хотя бы написать номер артикула. Мне нравится, что здесь золотая фурнитура. Обалденно смотрится ручка. В которую как бы вплетен материал. И с одной стороны завязан небольшой галстук. Такой летней расцветки. Солнечный, желтый, синий и белый. Это потрясающее сочетание именно на лето. Которое классно будет выглядеть. И со светлыми вещами. С джинсовыми. Мне кажется, что эта сумка довольно универсальная. И так как я и запланировала. Они смотрятся слишком пляжные. Еще в Zara на распродаже я купила ботильоны. В виде носков. В такой расцветке интересной. И они стоили настолько недорого. Что я решила здесь удобный каблук. И мне нравится такой формат обуви. Поэтому я их купила. Уже много раз надевала. С ними ничего не происходит. И мне кажется, что в каждом, в любом сетевом магазине. За копейки сейчас найдете вот такие ботиночки. Которые как будто, знаете, удлиняют ногу. И когда надеваешь черные скини джинсы. Или просто что-то в обтяжку. И такие ботильоны. То потом кажется еще стройнее. Еще выше. И кстати, я люблю носить вот эти ботильоны. С рубашкой. Которую я также купила в Zara на распродаже. Но сейчас в каком-то другом магазине Inditex. Я видела тоже в полоску. Тоже в белокрасную. Поэтому вы без проблем что-то такое купите. И вот такое сочетание чего-то с цветочком. И полоски. Мне кажется, что свежо смотрится. И интересно. Не так банально. Чем просто рубашка в полоску и обычные джинсы. Если вы никогда не примеряли сочетание белого и красного. Обязательно попробуйте. Потому что это очень-очень сильно освежает. К сожалению, в Польше нет стационарных магазинов Topshop. Но без проблем можно купить этот бренд, к примеру, на Zalando. Именно так я и сделала. Зашла на сайт. Увидела, что все еще есть распродажа. Поэтому купила себе джинсы. Которые, как мне кажется, сидят очень выигрышно. Потому что они не слишком меня обтягивают. Но и при этом не такие вот чрезмерно свободные. То есть это не классические джинсы boyfriend. Они у меня в такой светлой расцветке. На самом деле чуть темнее, чем вы сейчас видите на экране. И они практически не растягиваются. Может минимально. В предыдущем видео о покупках я показывала вам серьги. И я их вернула. Купила вот эти из Topshop. Потому что они более сдержанные. Классические. Если вдруг когда-то я пойду на мероприятие. А вроде как мы собираемся на свадьбу в этом году. И иногда меня как блогера зовут на какие-то мероприятия. Где надо выглядеть, так знаете, очень утонченно. Быть элегантной. И такие серьги мне однозначно пригодятся. С обычным черным платьем. Будут выглядеть просто фантастически. Я люблю все такое, знаете, в меру. Если это массивные серьги. То они не должны слишком сиять. Не должны как-то слишком много внимания на себя перенимать. Но вы видели, как я выглядела на красной дорожке. И мне кажется, что это было попадание в яблочко. В Zara я купила джинсы. Которые заинтересовали многих из вас. И также порадовало то, что это плотные джинсы. Они не растягиваются. Эти джинсы представлены в разных расцветках. То есть светло-голубые. По-моему, даже есть белые. Это не совсем мам джинсы. Но что-то из этой категории. Я не уверена, что я их оставлю. Они имеют высокую посадку. Красиво сидят на попе. Мне кажется, что они даже подчеркивают ее. Как-то делают более круглой. Но вот штанины слишком такие свободные, что ли. И у меня не самые худые ноги. И мне кажется, что они меня полнят. Поэтому я еще посмотрю, как это все будет выглядеть в примерке. И потом уже решу. Потому что со стороны все-таки виднее. В Zara я купила себе джинсовое платье из плотной ткани. Я знаю, что в прошлом видео я показывала вам другое из Asos. Я его вернула. Почему? Потому что в верхней части оно было слишком свободным. И мне кажется, что на моей комплекции гораздо лучше выглядят вещи, которые сидят четко по плечам. Где есть отрезной рукав. И вот когда я снимаю примерку и смотрю на себя со стороны, тогда мне гораздо виднее. Я посмотрела то видео и подумала, ой, нет. Сразу его отправила обратно. И вот это из Zara, это мини-платье. Не знаю почему, но мне оно очень нравится, наверное, так и должно быть. Потому что нет вот одного фасона, который будет подходить абсолютно всем. У кого-то широкие плечи при том же росте, при том же весе. У кого-то широкие бедра. Потому что, ну, я как бы невысокая, но у меня довольно женственная фигура. И я не кажусь прям вот такой миниатюрной, худенькой. Поэтому не могу надевать лишь бы что, чтобы выглядеть такой, как я есть в жизни. Некоторые фасоны меня просто портят. Конечно же, я купила несколько базовых вещей. Ненавистных, наверное, уже некоторым из вас. Потому что я покупаю вещи в сетевых магазинах. Они приходят в негодность спустя несколько сезонов. Их приходится обновлять. Поэтому, конечно же, я купила себе две обычные кофточки. Одну белую, вторую серую. Но это не стандартные футболки. Они более плотные. Такие, знаете, под какую-нибудь косуху, под джинсовую куртку, под легкий тренч. Потому что ранняя весна, она такая обманчивая. Можешь одеться легко, потом солнце спрячется и станет холодно. Так что решила взять вот такие две футболочки. Они еще и есть в других цветах. По-моему, голубая у нас есть. Черная. Ну, в общем, вы без проблем их найдете. В смысле о лете я купила себе очень тонкое, такое свободное летнее платье. Оно из Zara. И это, кстати, лен. У меня было когда-то похоже, но оно треснуло в прошлом году. Но вот видите, вещи из Zara все-таки дольше, чем два года. Крайне редко служат. И я настолько любила то платье, что поняла, мне вот его прям не хватает. Это та вещь, которую я надеваю. Вот не знаю, что надеть, что выглядит красиво. Просто, знаете, комфортно себя чувствовать. Первая попавшаяся вещь, которая меня будет устраивать по всем параметрам. Так что взяла вот эту. Единственный момент это то, что это платье всегда будет слегка помятым. Даже сейчас я его специально отгладила. Ну, как бы не видно, правда? Ну, с этим надо смириться. И я уже сейчас знаю, что летом однозначно буду его носить. Но не каждый день. Ну, хотя бы там несколько раз в неделю так точно. Так что вот такое платье теперь у меня есть в гардеробе. Если вы смотрите мои сториз в инстаграм, то уже видели вот эту пару обуви. Она смотрится очень симпатично. И они кажутся такими жесткими, но они нигде мне не жмут. Казалось бы, нигде не жмут. Просто я опять-таки не смогла найти свой размер. 37 вот прям впритык. Я боюсь, что летом, когда будет жарко, они начнут мне сжать. 38 уже шлепают. Поэтому я долго думала, что же с ними делать. Потому что они вообще недорогие. Смотрятся очень стильно. Сзади здесь есть вот такие жемчужинки. Ну, вообще классные. С соломенной вот этой вот сумочкой или с джинсами. В принципе, с любым нарядом, который я сегодня вам показывала. Думала, думала и решила вернуть обе пары. Это сделаю после того, как сниму это видео. И на Asos недавно я нашла вот такую пару обуви. Она уже кожаная, в отличие от вот этих. Они более мягкие и 37,5. Кстати, на Asos есть много похожих моделей. И они вот настолько комфортные. Я прекрасно понимаю, что они напоминают те, которые у меня уже есть. Вы понимаете, бывают такие вещи. Это не совсем базовый гардероб. Но они такие универсальные и так классно дополняют все, что вы носите. То есть, берешь любые джинсы, какую-то футболку. Надеваешь более интересную пару обуви, которая при этом еще и удобная. Ты о ней вообще забываешь. И для меня это такой огромный плюс, что я просто не стесняюсь покупать одну и ту же модель, к примеру, в разных расцветках. Потому что я знаю, что она будет облегчать мне жизнь, грубо говоря. Потому что я всегда буду смотреться более стильной, не скучной. И я просто вот люблю не заморачиваться. Чтобы все вещи можно было миксовать между собой. И при этом, чтобы мне было удобно. Вообще класс. Любимые ансеры решили поздравить меня с 8 марта. И подарили мне сумку, которая, ну, просто не могла мне не понравиться. Как я понимаю, Лю Джо. Эта марка не так часто на слуху. И я боюсь, что я неправильно что-то произнесла. Но это новые бренды в их ассортименте. Сумка, кстати, выполнена из эко-кожи. Но она настолько похожа на кожу Софьяно от Майкл Корс. Что, если бы я не прочитала описание, я бы даже не догадалась. Такая вот, знаете, сумка на каждый день. Нейтральный бежевый оттенок. Золотая фурнитура. Мне интересно, как она будет носиться. Внутри она, кстати, больше, чем Майкл Корс. Потому что она шире. Я уже сравнивала. Вместительная. Все очень здорово выполнено. Один кармашек, который не застегивается. И второй уже на замке. И вот, спасибо огромное вам. Вы знали, что дарить. Очень приятно, когда за тобой следят, что-то дарят. И ты не просто получаешь удовольствие от покупки, а потом еще и этим пользуешься и носишь с удовольствием. Так что, вот прям очень-очень приятно. Недавно я зашла в магазин Stradivarius. И не знаю, пока что оставлю эти вещи или нет. Но покажу вам. Так как многим из вас нравятся похожие жакеты-накидки, которые есть у меня. Вы спрашиваете, откуда они. Они у меня из каких-то китайских сайтов. Очень классного качества. Но их уже не найти. Поэтому говорю вам, что в Stradivarius вот есть такие накидки-жакеты, которые тоже очень классно дополняют какой-то образ, к примеру, с футболкой, с джинсами. К примеру, с такими, как я вам показала. С такими туфельками. И вот прохладно надеваем. Не жакет, что-то более свободное. Кстати, он без подкладки. Но выглядит очень даже стильно. И они есть в разных расцветках. Мне настолько понравился вот этот пыльно-розовый. Но у меня есть и серый, и голубой, и зеленый. Ну, такой оливково. Неважно. Хаки что-то в этом духе. И я вот думаю, нужна ли мне очередная. Но говорю вам, что они есть, чтобы вы знали. Та же история. Сейчас достану. Речь идет об этом жакете. Мне безумно нравится расцветка. И в прошлом сезоне я купила себе так же недорогой жакет из Традивариуса. Который был в такой же расцветке, как в более дорогих магазинах. Носила его с удовольствием. И вот думаю, нужен ли мне очередной жакет. Но я их настолько люблю. Мне кажется, что такие классические вещи мне подходят. И я как-то во влоге показывала вам подарок от Насти. Точнее, я спросила, как вы думаете, что мне подарила Настя. Она мне подарила стилистическую услугу, которой я чуть позже обязательно воспользуюсь. Но я боюсь, что стилисты скажут мне, вот не носи то, пятое, десятое, то, что я люблю. И посмотрим. Посмотрим. Я потом расскажу вам о своих впечатлениях от стилистов. И пока что думаю, не слишком ли он мужской для меня. Но мне кажется, что он классно будет выглядеть и с белым платьем, которое я вам показывала. Со многими вещами. И вот такие жакеты. Опять же, в Stradivarius есть в разных расцветках. Кстати, на Asos есть также Stradivarius, Mango. Но там не весь ассортимент. И, к примеру, если вы заказываете что-то через вот этот кэшбэк-сервис, то вы также можете сэкономить. Вот не забывайте пользоваться кэшбэк-сервисами, потому что всегда можно сэкономить. Я постоянно стараюсь об этом помнить, потому что иногда не хочется выслеживать скидки. А когда есть скидки, разбирают все размеры, и ты остаешься с фигой. И последнее на сегодня. Это уже более летняя покупка. Но вы просили заранее все показывать, потому что в некоторые регионы покупки приезжают поздно. И потом уже, можно сказать, конец сезона, а вы с обновками. Поэтому говорю, что купила себе кожаные сандали на Asos. Плюс золотистая, потому что каждый сезон я покупаю что-то такое. Для меня это обувь на каждый день. Если у вас такая вот средняя нога, ближе к широкой, наверное, и если у вас проблемы с косточками, у меня она только назревает, и я стараюсь контролировать этот процесс, носить только удобную обувь. Вот такая модель вообще нигде не жмет. И я взяла себе 38, так как у меня 37,5, то все-таки 37, ну так вот прям впритык. Так что взяла, оставила точнее 38. Я часто заказываю сразу два размера, потом дома примеряю. Не бойтесь онлайн-шоппинга, потому что это очень удобно. Девчонки, на этом будем заканчивать. Мой хулиганский образ какой-то такой, не слишком опрятный что ли, сегодня меня раздражает. Ну, зато настроение было классное. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно. Я буду знать, что стоит больше снимать таких видео. Пришел курьер, наверное, или муж приехал. Все, всех целую, обнимаю, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok